Река Жизни Река Жизни Света следует своему медицинскому предназначению и из года в год оттачивает свое мастерство. И именно их усилиями и умениями продолжает течь река спасенных и продленных жизней человеческих, от мала до велика, от младенцев, крудничков, до умудренных жизнью и опытом, не отпуская тела и души, забирая жизни из вечной реки смерти и забвения. Главный сердечно-сосудистый хирург Центрального федерального округа Сергей Алексеевич Ковалев из их числа. Десятки лет уберегающий нас от зла, уносящих в здоровье силы, не убоявшись ежедневно бросать вызов самым безнадежным и невероятным случаям, которые происходят с основным жизнетворящим органом нашего организма, нашим сердцем, навсегда оставляя его здоровым и благодарным его благородному мастерству. Сергей Алексеевич Ковалев Это, конечно, фигура яркая, современная, фигура, которой я убежден, ученики подражают, потому что его отличает качество состоявшейся личности. Причем, конечно, в нем были заложены природные данные, его любознательность, его способность добиваться поставленной цели, его хороших мануальных способностей, его стремление к инновациям. Сергей Алексеевич относится к категории людей, которые, как говорят, вы знаете, правильно живут. Но живут правильно, потому что, как врач, он, конечно, относится по-доброму к своим пациентам, но он великий друг. Это уникальный человек. Мало того, что он прекрасный хирург, кардиохирург, он и прекрасный человек с хорошим прошлым, с хорошим воспитанием, интеллигент. Вот. Такой чеховский доктор, которого любят все его пациенты и коллеги, которые с ним общаются. Сергей Алексеевич Ковалев из разряда очень неравнодушных людей и людей, которые любят трудиться и любят получать новое знание. То есть учиться всю жизнь, учиться непрерывно. Для него самое главное – это любовь. Любовь к делу, любовь к пациенту, любовь к друзьям. Он очень бережно и трепетно относится к своим друзьям, пациентам. Этот человек, он всегда в полете. Вот в полете именно по жизни. И как ученый, и как практик, и как человек. В первую очередь это очень разносторонний, эрудированный человек. Очень целеустремленный, умеющий выбирать приоритеты и идти к цели, достигать большим трудом, усилиями, но приходить победителем. Именно эти качества позволили ему стать, в первую очередь, кардиохирургом. Это человек, который работает, имеет огромное количество учеников, делает прекрасные операции. За долгие годы медицинской практики Сергей Ковалев прошел огромный путь от хирурга отделения экстренной хирургической помощи Воронежской областной клинической больницы до руководителя кардиохирургического центра ОКБ номер один. Должности главного внештатного специалиста по кардиохирургии Центрального федерального округа. Я ему всегда в шутку и всерьез говорю, значит, Сережа, у тебя большое сердце, поэтому тебя допустили к большому сердцу. Господь Бог тебя допустил к человеческому, самому главному двигателю жизненной энергии, это к сердцу. Потому что ты по-настоящему человек сердечный, ты болеешь за людей, и когда проходит неудачная операция, к сожалению, и такие случаи есть, он переживает это по-настоящему, как за близкого, родного человека. Лучший хирург России 2019 года по итогам Всероссийского конкурса врачей, основатель коллектива специалистов «Команда сердца» Сергей Алексеевич Ковалев заслужил это звание 35-летней ежедневной сложнейшей хирургической работой в возглавляемом им ныне кардиохирургическом центре Воронежской областной клинической больницы номер один. Сергей Алексеевич, он вообще, я считаю, в созвездии всех там нашей медицины в Воронежской, бриллиант, да, который вот окормляет вершину. Он всегда, ну, переносчик передовых идей, не только у нас в России и из-за рубежа. Контактирует постоянно с нашими коллегами зарубежными и постоянно что-то новое внедряет здесь у себя в больнице. Новое в лечении, новое в операционном деле. Я помню, когда я первый раз приехал к нему, он тихо, особенно не рекламируя, делал тоже операции при жизнеугрожающих аритмиях на открытом сердце. И потому что он работал в Воронеже, и мы не могли купить такой дорогостоящий аппарат, как был у него, я понял, что он нашел тот вариант разговора, ну, или, так скажем, поддержки с тогдашним губернатором, что вот это вот пособие должно быть в области для того, чтобы можно было спасать людей. Сергей Ковалев. Член профессионального клуба сердечно-сосудистых хирургов. Член Координационного совета Центр хирургической интервенционной аэритмологии Министерства здравоохранения Российской Федерации. Действительный член Европейской ассоциации кардиотаракальных хирургов и Американского общества таракальных хирургов. Сегодня, конечно, это крупнейший кардиохирургический центр в огромном регионе, славном своими традициями во многом. И, конечно, Сергей Алексеевич, будучи ведущим кардиохирургом в этом регионе, он много прикладывает усилий для того, чтобы как раз совершенствовать вопросы организации этой всей помощи. Центральное Черноземье – это ведущий центр, один из лучших в России. И во главе его стоит Сергей Алексеевич, потому что он действительно по своему профессионализму заслужил возглавлять такой центр, чтобы помогать людям. Мы имеем, если посмотрим отделение кардиохирургии, первое, второе, если посмотрим отделение кардиореанимации, это все на современнейшем уровне. И оборудование, и подготовленный коллектив профессионалов. Когда люди, обладая знаниями, стремятся приобрести техническую возможность обеспечить наиболее безопасные операции и сложные для того, чтобы помочь человеку, вот это очень важный компонент, и это то, что делает профессор Ковалев как руководитель. В 2005 году, после возвращения из длительной стажировки в крупном кардиохирургическом центре Германии, он вместе со своим учеником Сергеем Быковым, ныне ведущим детским кардиохирургом области, впервые сделал операцию новорожденному мальчику, который весил меньше полутора килограммов. Малыш три недели после рождения находился на искусственной вентиляции легких. На протяжении последних 10-12 лет центр идет к решению этой серьезной задачи оказания хирургической помощи новорожденным. Вот и получается. У нас операция была две недели назад, мы пришли сюда, как нам говорили доктора, у нас был простой порог. Когда сердечко вскрыли, увидели, что у него отходит правая коронарная артерия, то есть он ее просто пересадил в нужное место. То есть она была не там, где нужно, он просто ее пересадил в нужное место. Порог этот встречается, мы смотрели в интернете, ну в общем, один порог на 2000 порогов. Это очень редкая операция. С 2014 года Сергей Ковалев – главный внештатный специалист-кардиохирург Центрального федерального округа. Это общественная нагрузка, можно так сказать, и общественная должность. Хотя должность утверждается министром здравоохранения с представлением главного сердечно-сосудистого хирурга страны. Округ непростой, потому что он объединяет в себе 18 субъектов федерации и громадное количество населения, более 35 миллионов. В этом округе находится 108 учреждений, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю сердечно-сосудистой хирургии. 108 учреждений, где проводятся ангиопластики, стентирование и рентгенодоскулярное вмешательство. 57 учреждений, где проводится имплантация водителей ритма, операции на проводящих путях. И 31 учреждение, где проводятся операции на открытом сердце. Наверное, тяжелая работа, когда человек приходится стучаться по высоким кабинетам и объяснять, что, господа, надо действительно помогать медицине, надо вводить новые технологии. Как-то удалось найти взаимопонимание между руководителями подразделений, руководителями клиник, главными врачами. И мы, в общем-то, последние годы имеем оперативную информацию о состоянии нашей специальности в регионах. Каждая поездка заканчивается отчетом. То есть надо подготовить отчет. Из этих регионов ему присылаются истории болезни на анализ и на отзывы. Понимаете, здесь очень большая работа. И он справляется. За 35 лет работы в Воронежской областной клинической больнице Сергей Ковалев по крупицам, как драгоценные алмазные зернышки, собрал удивительно дружную и высокопрофессиональную команду единомышленников, высочайших мастеров медицинского дела. Коллектив очень уважительно к нему относится. Начиная с санитара, он всех знает по имени и отчеству. И заканчивая своими коллегами, он всем дает путевку в жизнь. Они все защищаются. И кандидатские, и докторские диссертации. Он их направляет на учебу. У нас никогда не было разделения и нет разделения на то, кто ты, старший или младший. Я очень доверяю своим сотрудникам. И, вы знаете, многие говорят о каких-то авторитарностях руководителя. Меня, не меня. Но вопрос в том, что самая главная цель, которую нужно всегда культивировать, это подготовка своих приемников и учеников. Супер профессиональный руководитель, я могу так сказать. Потому что у него великолепные инвестиционные способности. Если можно так жаргонно сказать, у него высокая оперативная память, как у компьютера. То есть, великолепная такая память. Как-то умеет все решать на таком этапе, что работаем гладко, слаженно. Одно из его позиций, наверное, которую он постоянно вносит в нашу работу и постоянно про это говорит, это работа командой. Для него это, наверное, как мне кажется, командная работа – это то, что он хочет видеть. Это костяк, за которого все держатся, оказывают ему знаки внимания, чисто вот, знаки уважения. И все гордятся, что они работают в этом отделении, именно с профессором Ковалевым. Команда Сергея Алексеевича, они работают как единый механизм. Начиная от младшего персонала и кончаясь самим Сергеем Алексеевичем. Я думаю, что даже в его отсутствии, когда он будет в командировках, его хирурги делают так же операции успешно, как и он. Мы в палате, когда стали разговаривать, когда стали восстанавливаться, мы все ждали прихода Ковалева. Вот он заходил в палату, менялось все. У всех на устах улыбка. Он обязательно с шутками, ну, с каким-то таким особенным подходом. Этот человек не просто сам медицинский талант. Он создал, сформировал еще такой же круг талантливых людей, не менее талантливых людей. Человек, который создает вокруг себя волны добра, волны искренности, счастья. Человек, который, несмотря на то, что ему уже не 20 лет, но тем не менее, он остается молодым и в душе, и внешне. Для нас каждая операция – это подвиг. Подвиг оперирующего хирурга, подвиг всей бригады. Ну и наш, наверное, какой-то маленький подвиг участия. С ним очень легко работать. Он человек, который знает, что он хочет. Человек знает все шаги. Ну, его, ну, мне вот легко предугадать, потому что там по взгляду можно уже понять, что ему нужно, что необходимо в данный момент. Сегодня в кардиохирургическом центре объем хирургической активности сопоставим с уровнем ведущих клиник страны. В центре берутся оперировать больных с тяжелыми патологиями. Иногда впервые применяют такие приемы, которые приходят во время операции, как бы по наитию. Но оказываются в результате единственно верным решением конкретной ситуации. Сегодня у нас в центре выполняется более 3,5 тысячи операций по профилю сердечно-сосудистой хирургии. Ну, к примеру, в прошлом году было выполнено 3880 операций. Из них около 800 операций в условиях искусственного кровообращения, более 500 операций при ишемической болезни сердца, 200 операций при различных формах приобретенных пороков сердца, опухолях сердца и трубоболеек легочных артерий, и более 150 операций у пациентов с врожденным пороками сердца. Я еще больше удивился, когда он впервые здесь, в Воронеже, оперировал малыша, который только родился, но ситуация была безвыходной, нужно было оперировать. И он оперировал новорожденного, у которого сердце, размером с грецкий орех. То есть нужно было сделать операцию. И сейчас это молодой человек, которому 18 лет, и он приходит к нему, он живой, здоровый, полноценной жизнью этот юноша живет. У него, если говорить об аритмиях, например, и лечении, представлены все направления, потому что сегодня аритмией страдает каждый человек. Что такое операция? Операция – это, по сути, такое упрощенное одномоментное вмешательство, одномоментное событие, которому предшествуют все этапы диагностики, раздумий и принятия решений. А потом ведь выхаживание, а потом реабилитация, а потом наблюдение длительное за этим пациентом. Это замкнутый круг. Одно звено выпадает, нарушается все это круговое движение. Вот, конечно, Сергею Алексеевичу приходится этим заниматься непрерывно. Круглые сутки, непрерывно в течение года. Если ты вокруг себя смог создать команду, если ты вокруг себя создал островок благополучия, что всегда возможно, вот тогда ты совершил свою миссию на этой земле. Он делает так, что мы верим в себя, что мы команду, мы можем, и мы сделаем это. И на самом деле, наверное, это тоже большое значение имеет. Вот, несмотря на то, что человек повседневно очень занят, это одна, две, иногда три операции, тяжелые операции, вот в любой момент можно прийти, посоветоваться. И начиная с того, что утренняя конференция дает нам большой плюс в нашем общем деле. Стало намного больше детей более старшего возраста, где первичные пороки были выявлены сейчас. Это вы можете прям действительно увидеть сегодня. Сложность операции увеличилась, объем операции увеличился, количество детей, которым мы оперируем, увеличилось. Вот, при этом мы сохраняем достаточно приличные результаты и по результатам операции, и как бы по всем остальным параметрам. В 2005 году мы выполнили первую операцию у новорожденного и грудничка с критическими пороками сердца на работающем сердце. А позже, с 2011 и с 2013 года, совместно работая со специалистами Национального медикоисследователя центра имени Бакулева и фонда Билл Новика, мы начали внедрять хирурги критических пороков сердца новорожденных. И, в общем-то, в этом направлении сегодня мы занимаем третье место в ЦФО после Бакулевского центра и Филатовской больницы. У нас многопрофильный стационар, больница скорой медицинской помощи, БСМП. Но, тем не менее, у нас есть инфарктное отделение, есть кардиологические больные, есть сложные, которые требуют консультации высококвалифицированных специалистов, которым являются Сергей Алексеевич и его коллеги. Конечно, мы направляем на консультации больных с аритмиями, инфарктами, всеми делами и так далее. То есть, есть полное взаимопонимание в работе. Дай бог бы, чтобы такое взаимопонимание, как с Ковалевым было и с другими коллегами областной больницы, других медицинских организаций. Мы были пионерами в внедрении гибридных методов лечения врожденных и приобретенных пороков сердца. Одни из первых в ЦФО начали заниматься транскатетерными протезированиями клапанов сердца при критических пороках артального клапана у пациентов пожилого и старческого возраста, которым невозможно было выполнять операцию в условиях искусственного прообращения. Мы занимаемся вопросами хирургии, сочетанной патологии, когда одновременно проводится вмешательство на разных артериальных бассейнах. Он все время инициирует какие-то мотивационные, наверное, праздники. Мы дважды отмечали День детского сердца, который утвердили в Москве, в Бакуливском центре. Есть праздник, отмечают День детского сердца, российский праздник. И мы в этот день поздравляем мам наших пациентов. Это хорошая очень клиника, поэтому у них хорошие результаты. Я абсолютно убежден, что у них результаты будут продолжать улучшаться. На сегодняшний день профессором Ковалевым проведено более нескольких тысяч сложнейших и уникальных операций, как взрослым, так и совсем еще юным пациентам. С чего же начинался его практически путь в профессию, ставшую судьбой? Свою первую самостоятельную операцию я выполнил, уже будучи студентом четвертого курса, находясь на врачебной практике. Это была аппендоктомия. Потом я работал в третьей городской больнице в качестве медбрата в отделении проктологии. Это была достаточно плотная работа, потому что отделение было прогрессивное, было много операций. После того, как я проводил свои манипуляции в качестве медбрата, в больнице дежурил по скорой помощи, я участвовал в срочных операциях, ассистировал, видел множество случаев и политравмы, и различных вариантов хирургической патологии. После окончания мародинатуры я планировал уже уехать и служить в госпиталь погранвойск в качестве старшего ординатора отделения сансузистой хирургии, но в какой-то определенный момент это сорвалось, и я ничуть не жалею об этом. И, в общем-то, я остался работать в областной больнице. И вот уже фактически 35 лет я работаю в стенах Воронежской областной клинической больницы, крупнейшего лечебного учреждения, не только Центрального федерального округа, но и в какое-то время крупнейшее учреждение страны. С 1984 года Ковалев исполнял обязанности заведующего лаборатории искусственного кровообращения. С 1998 года после смерти любимого учителя Виктора Ивановича Булынина Сергей Ковалев стал заведующим отделением кардиохирургии Воронежской областной клинической больницы. И вот с 1998 года я стал руководить отделением хирургического лечения ИБС, нарушения ритма и кардиохирургическим центром. Соответственно, я считаю, что где-то с 1999 года у нас пошло прогрессивное развитие всех направлений сердечно-сосудистой хирургии, потому что тогда уже многие функции центра были отданы субъектам федерации, уже было немножечко структурированное финансирование, мы имели финансирование и из федерального, и из местного бюджета. А когда вступили в программу высокотехнологичной медицинской помощи с 2007 года, мы вышли на одни из лидирующих позиций в Центральном федеральном округе. В настоящее время Сергей Алексеевич руководит Воронежским межрегиональным кардиохирургическим центром БУС ВО Воронежская областная клиническая больница номер 1. Является профессором кафедры госпитальной хирургии Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко. А начиналось все это в Воронежском медицинском в 1978-м. Я сюда приехал на день открытых дверей, который устраивался всегда в ВУЗах на весенних каникулах в марте 1978-го года. И тогда нас встречали известные профессора, которые работали в этом ВУЗе, с которыми посчастливилось мне сталкиваться и работать на их кафедрах, это были профессор Дробышев, профессор Земсков, профессор Леонов, мой учитель. Конечно, те разговоры и те рассказы, которые были на дне открытых дверей, они всех нас, в общем-то, сподвигли к поступлению только в этот ВУЗ. В 1978 году Сергей Ковалев поступил на лечебный факультет Воронежского государственного медицинского института имени Николая Бурденко. Наш университет в прошлом году отметил 100 лет со дня своего основания, 100 лет на Воронежской земле. В прошлом он был университетом в Тарту, и корни наши идут из Эстонии, Тартовского университета. В 2018 году по Брест-Литовскому миру Тарту отошел к Германии, и русскоговорящие профессора, студенты покинули этот ВУЗ и переехали сюда. Фактически это был полностью переезд Тартовского университета в Воронеж. Вот, собственно, с этого периода мы и ведем свое летоисчисление. Мы вообще патриоты своей, альма-матер, мы очень гордимся, что мы выпускники нашего университета, потому что он всегда славился высоким уровнем подготовки кадров. И это общежитие, в котором я прожил три года, проучился первых три курса. Вы видите близость расположения общежития и ВУЗа. Соответственно, в любое время дня и ночи и в любую погоду не было никаких, так скажем, препятствий коммуникации. Мы были в библиотеках, в спортивных залах. У нас в общежитии был свой читальный зал, в котором можно было заниматься дополнительно. Сережа Ковалев был с самого, вот с самой молодости, с самого молодого возраста трудягой. Он делал эксперименты, он посещал кружки, особенно кружок патофизиологии. И всегда я его помню, он в рабочем халате с клеткой и с кроликом. На втором этаже была кафедра патологической физиологии, которую возглавлял профессор Леонов, в то время один из самых молодых профессоров ВУЗа, который был основателем школы гиперборической медицины. Учителями юного студента Воронежского медицинского стали корифеи советской и российской кориофирургии Виктор Булынин и Аполлинария Леонов. Виктор Иванович Булын вообще был моим учителем на протяжении 15 лет, с момента прихода в клинику. Он оказал высочайшее доверие молодому выпускнику медицинского института, назначив в возрасте 24 лет заведующим лабораторией искусственного кровоорощения. Я этому благодарен. Школа кардиохирургии в городе Воронеже насчитывает далеко не первые десяток лет. И эта школа только прирастает. Прирастает учениками, прирастает знаниями, прирастает опытом. Немного городов, которые являются ведущими для всей страны школами. Заслуга профессора Ковалева в том, что он не просто подхватил то начинание, которое было много лет существовало, но и очень здорово развил ее. У нас с Сергеем Алексеевичем общие учителя. Мы примерно одного возраста и со студентских лет дружим. Но он пошел дальше своих учителей. Теперь у него есть свои ученики, с которым он щедро делится своим знанием, опытом и умением творца. В 1984 году Сергей Ковалев окончил лечебный факультет Воронежского мединститута. Сергей Алексеевич автор более 400 научных работ по проблемам кардиохирургии. Более 50 желанных публикаций, 4 монографий. Им подготовлено 2 доктора, 6 кандидатов в медицинских наук. Ковалевым внедрены новые методы хирургического лечения жизнеугрожающих аритмии сердца, ишемической болезни сердца, сочетанием патологий и хронической сердечной недостаточности. Впервые в регионе Ковалевым выполнены операции у новорожденных с критическими врожденными пороками сердца. Это человек очень широких интересов. Очень широких интересов. Его интересы – это не только его профессиональная деятельность, это сердечно-сосудистая хирургия, это тракальная хирургия, это кардиология, это история медицины, это история развития кардио, становления кардиохирургии, как в России, так и вообще во всем мире. Научные школы, я думаю, что сегодня в нашей, так скажем, ситуации мы должны говорить о научных школах нашей специальности, именно сердечно-сосудистой хирургии, например, хирургической аритмологии. У нас продолжаются, как говорится, совместные труды, совместная работа, готовим аспирантов, готовим ординаторов, раньше они назывались клинические, сегодня они просто ординаторы, которые воспитываются в клинике, и большая часть из них остается и у нас, но вместе с тем и везжают по всему Центральному федеральному округу. В 1992 году Сергей Ковалев защитил кандидатскую диссертацию. Детоксицирующая функция печени у пациентов с критическими пороками митрального артериального клапана, потому что как сегодня, так и 35 лет назад, так и 50 лет назад было очень много пациентов с фрагматическими пороками сердца, которые не обращались в хирургические клиники, потому что это было тогда достаточно большой редкостью, и больные приходили уже в запущенном состоянии, поэтому этих больных приходилось готовить несколько недель, а иногда несколько месяцев, благо тогда не было вот этих стандартов, позволяющих выписывать пациента или выписывать пациента достаточно быстро. И с 1992 года я начал заниматься вопросами хирургической интервенционной ритмологии. Я прошел специализацию в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Тогда молодой доктор медицинских наук Ревишвили вернулся из стажировки в Америку. Ли Антонович Бакерия возглавлял отделение хирургического лечения тахиритмии. И, в общем-то, мы начали внедрять вот эту философию обследования и лечения пациентов с жизнеугрожающими ритмиями. В 1993 году мы сделали впервые в нашем центре операцию по деструкции дополнительных путепроведения. Затем были операции при узловых тахикардиях, при синдромах предвозбуждения желудочков. В 1993-1994 году мы начали имплантировать частотно-адаптивные двухкамерные кардиостимуляторы. В 1994-1995 году совместно с профессором Булыниным мы начали оперировать на открытом сердце и проводить операции силе. При синдромах предвозбуждения желудочков тогда не было еще катетерных методов лечения вот этих хирургий. И вот из этой работы, из работы с хирургией тахиритмии вылилась моя докторская диссертационная работа, которую руководил уже академик Бакерий Леонтонович хирургическое лечение фибрилляции предсердия у пациентов с метральными пороками сердца, которые я защитил, уже в новом здании научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакуля в 1999 году. За свою рабочую практику Сергей Алексеевич не раз проходил стажировку в ведущих зарубежных клиниках. Самая большая стажировка у меня была в госпитале, в клинике Бадуйхаузен, центр сердца и диабета Северной Рейн-Висфалии три месяца. Я провел в этой клинике и присутствовал на более чем 450 операциях. Мне было позволено не только быть в качестве наблюдателя, но и участвовать в операции в качестве второго ассистента. Затем у меня были стажировки в клиниках и СССР в Америке, и в клиниках Голландии, в Мастрихте, в клиниках Германии, где были различные тренинги по вопросам гибридной хирургии. Сергей Алексеевич был инициатором издания исторической книги об известных воронежских кардиохирургах. Он говорит, слушай, а почему у нас нет книги про кардиологов? Я их мало знаю, так я знаю. И вот он начал заниматься сбором материалов. Где-то месяцев шесть он собирал материалы, потому что это очень сложно собрать материалы про этих воронежских известнейших кардиологов. Он собрал эти материалы, фотографии, какие-то иллюстрации, книги кардиологического направления. Это очень важная книга будет для студентов, для памяти моих учителей, для того, чтобы люди знали об этих кардиологах. А сегодня эта книга очень востребована. Обложечку делала его супруга. Профессор Ковалев за годы преподавания в Воронежском медицинском воспитал десятки талантливых учеников. Он преподает в университете и как-то, когда я у него брала интервью, и не один раз он с болью рассказывал о том, что когда он приходит в аудиторию, он смотрит на лица молодежи и по-настоящему заинтересованных будущих врачей, которые тоже будут вкладывать душу в дело, а не просто знания, а душу, вот, к сожалению, не так много. А хотелось бы, чтобы их было больше. Он передает свой бесценный опыт молодому поколению и, конечно, сегодня, ну, наверное, на 95% областная больница, где он работает, и кардиохирургическое отделение, конечно, опирается на выпускников нашего университета. Вот. Ну, а взаимодействие учеников и учителей, это, конечно, тонкая такая научная ветвь, и мы всячески поддерживаем вот такие формы наставничества и вот взаимодействия. Я очень рад, что мои ученики защищали диссертации по различным, так скажем, аспектам сердечно-сосудистой патологии. Сегодня продолжаются у нас разработки и по хирургии пороков сердца, и по хирургии аритмии, и по организации здравоохранения. И я думаю, что это очень важный, так скажем, элемент в нашем постоянном развитии для того, чтобы и кадры здесь готовились, и для того, чтобы мы говорили о здравоохранении субъектов как о полноправной и полноценной системе развития медицинской науки, медицинской практики. Цель одна помочь людям. Помочь людям и настолько разносторонняя задача, потому что нужно оставить за собой след не только в тех успешных операциях, которые выполнил профессор Ковалев и помог людям на тот момент, но оставить поколение последователей. Сергей Алексеевич Ковалев родился 27 апреля 1961 года в Свердловске в интеллигентной семье инженера-электрика и воспитательницы. Через три года семья переехала в поселок Илань-Каленовский в Воронежской области. Семья моих родителей, семья моего отца переехала в рабочий поселок Илань-Каленовский в конце тридцатых годов, потому что в те времена на пустом месте, на пустыре был построен крупнейший в Советском Союзе в Европе сахарный завод. Это было какое-то образцовое место, это была как комсомольская стройка. Меня отправили к бабушке и дедушке, привезли в три месяца опять в рабочем поселке Илань-Каленовский, потом я вернулся в Свердловске, и потом через какое-то время родители опять меня отправили к бабушке с дедушкой, где я ее воспитывался, а потом родители в 63-64 году переехали вместе в Воронежскую область, потому что уже была пожилая мама папина, нужно было за родителями ухаживать, умер дедушка в 65-м году. вот так мы оказались там, где я ходил в детский сад, где я пошел в начальную школу, затем закончил среднюю школу. Учаясь в школе, юный Сережа увлекался очень многим, начиная от занятий волейболом и заканчивая игрой в духовом оркестре. Тогда у детей практически не было свободного времени, и возможно именно это и сформировало в них трудолюбие на всю последующую жизнь. Одно время Сергей мечтал быть летчиком, потом историком. Вот здесь мы и сидели, правда парты были удобнее, на партах были чернильницы. В школе он всегда был общительный, всегда коммуникабельный, всегда оптимистичный, всегда такой человек, который стремился знать, то есть ставил себе вершины, которые их достигал и шел к следующей вершине. И он до сих пор такой же, он не может успокоиться чем-то насытиться и все, и остановиться. Нет. Школа вообще это было место, где проводили фактически весь свой день, потому что школа, во-первых, была очень прогрессивная, здесь были замечательные учителя, замечательные учителя по всем предметам, касаемо и общеобразовательных, и физикой, и химии. Он мне был опорой, он помогал, он мог все сделать, у него не было, что там, это вот, я мальчик, я это не буду. Он и сестру контролировал, потому что я работала целыми днями, вот, он и проверит и уроки, и сходят, говорю, и в музыкальную, и на этот, на духовой оркестр, там же тоже надо заниматься. Я очень счастливая сестра, и я ощущала вот это счастье сестры младшей всегда, потому что он, как бы, вот в отличие, допустим, от самого себя, он обо мне заботился, то есть я получала любовь и мамы, и папы, и еще с его стороны его очень такую крепкую, сильную любовь и крепкую заботу. У нас каждую субботу в школе проводились вечера, и везде Сережа принимал активное участие. Он был любимцем всех своих товарищей. Он очень любознательный, к развитию стремился, не стоять на одном месте, а стремиться к развитию, целеустремленный, уважительный. В 1978 году Ковалев окончил школу Елань-Коленовском золотой медалью. Спустя 40 лет после выпуска школы мы все равно общаемся, встречаемся, друг друга знаем, помним и приветы передаем. Вроде бы как не было у него наклонностей к медицине, потому что в нашей семье никого из медиков не было. Но я болела. И наверное он решил вылечить маму. И поступал. Я отговаривала его Сережу. Ну в любой поступай. Он говорит мамуль, ну вот если я не поступлю, куда скажешь, туда и пойду. Сергей сразу поступил в институт. Он целенаправленно шел к этой цели, он готовил себя. И конечно уже он преодолел эту вершину сразу. он всегда говорил, что я буду хирургом. Я буду хирургом. И вот выбрал кардиохирургию. В тот момент это как раз был толчок развития кардиохирургии и он ушел в кардиохирургии. Я была в девятом классе и у меня появились жалобы, которым я как бы поделилась с мамой. Тут приезжает Сергей на зимние каникулы, он будет студентом пятого курса. Он инфекционно аллергический миокардит. Он мама, почему ее не лечите? Он говорит, ну как же, мы показали местным докторам все, что там сказали хорошо. Но он взял меня и мы поехали в Воронеж. Он показал, сделали УЗИ сердца, договорился с кафедральными работниками, там, где он учился, сделали анализы, и действительно диагноз подтвердился. Он и отца вытаскивал не один раз из того света инфаркты, инсульт страшный, тяжелый был. И вот Алеша, Сережа, Алеша мне помогал, и я, мы поставили его на ноги. Он после этого прожил два года. Он меня не один раз тоже вытащил с болячек этих. познакомились мы в стройотряде. Для доктора, наверное, это характерно. Он чаще всего врачи женятся либо на своих коллегах, либо на своих пациентках. Я отношусь ко второму случаю. Мы были в стройотряде, он был доктором у нас, я была бойцом. Я поехал врачом в сельскохозяйственный отряд на Черноморское побережье Кавказа, куда воронежские студенты ездили с большим удовольствием. Это был 81-й год. Я был врачом сводного отряда в нашем большом сводном отряде, а базировались мы в самом Дагомысе. И вот там я постричал одного бойца, который был очень прелестный, симпатичный боец. Была Оля Пономарева. Она была стильно одета, у нее была зеленая курточка, думаю, наверное, дочка какой-нибудь полковник, генерал, в худшем случае полковника, очень интеллигентная девушка, думаю, как же подойти, а я человек, наверное, скромный был относительно. Ну и вот какой-то случай представился, вдруг она пришла ко мне с жалобами на некоторые неприятные ощущения, связанные с тем, что в конце июля-августа цвела амброзия, у нее были какие-то такие аллергические проявления, аллергический бронхит. Я заболела, он меня лечил, и мы, нельзя сказать, что мы прямо сразу влюбились друг в друга, не могу сказать, ну мы как-то подружились и в общем-то были в хороших отношениях, потом мы разъехали, Сережа поехал к себе, я к себе, а потом он мне звонил, звонил, и мы договорились с ним встретиться, это было уже, наверное, в ноябре, и как-то очень, он был очень так настроен решительно, и мы начали встречаться почти каждый день, он быстро познакомился с моей мамой, и как-то очень ее расположил, вот, и вообще он был очень заботлив, очень внимателен. Я в любом случае понимал, что это чувство должно продолжаться. Мне было 19 лет, вот, мы поженились с ним 7 августа 82 года, причем наши дети, когда женились в 2010 году, они тоже решили пожениться 10 августа, только 2010 года, вот, они уже вот 9 лет вместе. Замечательная свадьба, я сумел еще после врачебной практики заработать денег к крыше некоторых, так скажем, складах поселка сахарного завода, заработать деньги на поездку в Крым, это было наше первое свадебное путешествие, мы провели две замечательные недели в Судаке, вернулись домой, вернулись к занятиям, через год родился Леша. У него была постоянная тяга к знаниям, он много читал, учился он прекрасно, он закончил с красным дипломом, как и Олечка, она тоже, дочь, тоже закончила с красным дипломом, институт, вот, но когда они поженились, и вот эта тяга к знаниям, она как-то меня, знаете, как-то внушала к нему доверие. Наш брак сохранился так долго, и он достаточно, ну, так, хороший, вот, потому что, вы знаете, у нас есть взаимопонимание, взаимоуважение к тому, чем каждый занимается. Я вообще водолей, и я кот, а Сережа, он телец и в год быка рожденный, то есть везде написано, брак невозможен, невозможен. Ну, вот, видимо, вот этот парадокс помогает нам сохранять вот такую близость друг к другу. В первую очередь, это умение слушать, слышать и уступать друг другу в каких-то вопросах. Да, если мы говорим про, вот, вы говорите про именно крепость, да, семьи и все прочее. А в остальном нет, сложно судить, потому что столько лет люди прожили, их постоянно наблюдаю, конечно, да, это, конечно, любовь есть. Сергей Алексеевич он очень любит Ольгу Валерьевну. Это, во-первых, нескрываемое чувство, он без нее не может находиться, она должна быть все время в поле зрения. тем не менее, вот такая любовь, она не предполагает эгоизм в отношениях. все знают вот эту старинную поговорку, когда у нас домостроятся, они так хорошо рассказывают, говорят, если мужчина единица, а женщина ноль, то тогда у нас в семье получается десятка, все выигрывают, а если женщина старается быть единицей, то это ноль целых, одна десятая, семья проигрывает. Вот Ковалев нашел секрет семейного счастья. Он Ольге дал возможность стать не нулем, не единицей, он дал ей возможность стать десяткой, и сам десятка, а если мы их умножим, то получится сотня. Все, что делает, он делает ради семьи, поэтому мы, конечно, ну, как бы, ну, наверное, банально сказать, за каменной стеной, мы тут сами тут стены, но все равно вот чувство защищенности, чувство, не знаю, уверенности, вот, он дает, конечно, нашей семье, и он прекрасный отец, сын пошел по его стопам, надо сказать, это тоже важно. Он очень хорош семьянин, потому что куда бы он ни ехал, он едет вместе со своей супругой. Я считаю, это высочайшее качество, присущее людям, так скажем, хорошего кругозора, хорошего понимания исторических корней в нашей стране, вот, и вообще характеризующие человека как самостоятельного, не подкаблучника, как любят говорить многие, притворяясь, да? Леша, конечно, был очень интересным ребенком, и где-то в 13 лет, наверное, начал писать стихи. И такие стихи, что я вам скажу, что Паш Мороз до сих пор вспоминает, по коже пробирает, то есть у него такие вот очень глубокие мысли вот у такого маленького человека, и такие глубокие мысли. его стихи издавали его одноклассники. У нас есть книга стихов, это были серьезные стихи 14-летнего подростка, и потом как-то он сказал свою мысль, мам, ну, рисовать как-то я не умею, он хотел быть юристом, но я боюсь быть юристом, потому что могу засудить невиновного или там управдать преступника, наверное, пойду-ка я в медицину. Вот, он поступил в институт и, в общем-то, достаточно успешно закончил вуз. Что касается работы, ну, скажем так, у меня почти не было выбора, куда идти, потому что с одной стороны есть папа, врач, я еще со школы проводил много времени в больнице, она там приезжала, там хотелось иногда посмотреть, что, как, особенно последние выпускные классы, 10-11, я же заканчивал медицинский класс, и для нас это было нормально. В том числе отец помогал в свое время устраивать нам экскурсию в кардиохирургии. Могу только приветствовать династии, потому что я сам из семьи врачей, мой отец был хирург, мама акушер-гинеколог, и на мой взгляд ребенок, который вырос в семье врачей, или одного хотя бы врача, я думаю, что почерпнет, наверное, очень много уже с детства, и качество его врачебного искусства, персоны, я думаю, будет выше. Он поступил в ординатуру после окончания Бакулевский институт, там защитил кандидатскую диссертацию, я был на его защите, и в защите Сергея был, и кандидатской, и докторской. Философия по отношению к своему сыну была такова, и остается сейчас таковой, что человек в профессии должен себя делать сам. Он, я думаю, что достаточно грамотный и прогрессивный специалист, он хорошо владеет и английским языком, он хорошо владеет литературой, он хорошо пишет статьи, он печатается в зарубежных и отечественных журналах. Алексей один из таких начинающих кардиохирургов, это наша надежда, нам нужны такие специалисты в стране, и они поднимают уровень всей хирургии, кардиохирургии, в том числе в нашей стране. Он не такой порывист, не такой темпераментный, как Сергей, но если вот он что-то решил, вот это вот Сергей, то есть он это добьется до конца, потому что у Сергея есть очень хорошая черта, что он доводит дело, которое он начинает, обязательно доводит его до конца. Его, так скажем, черты, мне кажется, сейчас реализуются в нашем внуке, которому сейчас пять лет, наш Глебушка, наша радость с бабушкой, ну она радость и родителей. Внук есть внук, вот что тут скажешь, это любимое создание на свете, все, поэтому Сережа, конечно, прекрасный дедушка, изумительный дедушка, для внука сделает все что угодно, он его обожает просто, даже я, как бабушка, все-таки даже строже отношусь к нему, а дед, это, конечно, ну, ну это, он тает как мороженое под солнцем, понимаете, когда видит внука, и внук тоже его очень любит. У Глеба на самом деле характер дедушки, прям вот чувствуется, мы неоднократно с мужем замечали, что он настолько же, как сказать, целеустремленный, то есть, если вот Глеб, да, я сейчас привожу пример, он так же, как дедушка, если вот он что-то захотел, вот у него какая-то цель перед ним стоит, он обязательно ее достигнет, он старается, он очень старается. Если Глеб что-то может нашалить, нашкодить, она спокойно может его осадить, поругать немножечко, да, то дедушка у нас всегда его забирает, он может взять его на руки и сказать, не трогайте ребенка, не трогайте, ему можно, то есть. Несмотря на то, что мы уже живем в Москве, мы стараемся как можно чаще приезжать в Воронеж к родителям, мы всегда приезжаем и живем мы с родителями, мы никогда не живем где-то отдельно от них, то есть мы приезжаем в Воронеж, мы приезжаем к родителям, Глебка уже сын наш, которому 5 лет, подрастает, он очень любит бабушку с дедушкой, и у нас даже никогда не стоит вопрос о том, что куда нам ехать на выходные или на праздники. Дом Сергея Ковалева удивительный оазис покоя, дружелюбия, равновешенного мунтарства, основательной семейственности и настоящей любви. Вот эта труба, мой папа служил в городе Свердлов 45, он занимался музыкой и в определенный так скажем момент своей службы он стал старшиной оркестра. Эта труба тоже наша семейная реликвия, всегда в трубе ценился мундштук, этот мундштук его привез старший брат, дядь Коля Николай Федорович из Германии, он с 40-х годов, вот, на этом мундштуке играл гяд, я тоже нашел эту трубу и оставил в своем доме. Здесь же есть некоторые, в общем-то, награды нашей семьи, совместные, но очень знаковые для меня, конечно, это вот этот знак заслуженного врача Российской Федерации, который я получил в 2008 году, уже 11 лет назад, указ был 11 января 2008 года, и в этом же году я был достоин премии академика Бакулева, это наша хирургическая, кардиохирургическая, самая высшая награда, его называем хирургический Оскар, это тоже был 2008 год за создание кардиохирургического центра, вот, здесь есть наши совместные с Олей церковные награды, награды нашей епархии, вот, это Ольга Валерьевна награждена медалью Воронежской и Листской епархии Русской Православной Церкви, святителями Трофания первого епископа Воронежского медалью третьей степени Ольга Валерьевна человек очень творческий, архитектор, руководитель архитектурно-строительной мастерской, доцент строительного университета. Союз двух профессионалов Ольга член союза художников В нашем городе очень много есть зданий, очень много есть помещений, которые проектировала лично Ольга или это ее организация. И они на пути своей супружеской жизни, может, я слишком сухо говорю супружеской жизни, всегда поддерживали друг друга. Всегда в любом, ну, значит, в любой компании Сергей всегда говорил, а вот это моя жена Ольга. Вы знаете, она очень талантливый архитектор, она хороший художник, она делает такие прекрасные вещи, которых вы не увидите даже в двух столицах нашей страны. Городки вот эти сделаны, они со вкусом, с душой, да, вот они совершенно по-другому смотрятся, начиная вот от этого дизайна, и, конечно, здесь вот рука художника, рука художника чувствуется, да, вот она у нас один из главных художников, который был и снаружи, вот это все ее, и внутри, там тоже точно такое же соответствие. Ольга Валерьевна очень много времени проводит на своих объектах, а у нее объекты ее архитектурные по всей стране, Ольга ездит много в другие города, она ведет там свои проекты, она очень востребованный архитектор. Это человек, который очень значим в этом городе, потому что то, что она делает, оно украшает город, оно делает город более европейским, более значимым, и поэтому, конечно, вот все работы, которые связаны с ней, это всегда работы очень высокого качества, очень интересные. они жили в маленькой хрущевке на пятом этаже, последний этаж, и вот у них, ну, у нас, я у них даже переночевал, и вот утром ничего не было на кухне, вернее, вечером, ничего не было на кухне, вот мы расходились, там все, попили чай, все расходились, а утром я захожу, а там березовый лес на стене, вот березовый лес на стене, я вот так, а Ольга за ночь нарисовала эту картину, прямо вот на, на покраске, вот там, да. Таких семей даже в Большой Воронежской области не так много, люди на виду и их отношения на виду. Была учреждена фондом Светланы Медведевой награда «За любовь и верность». Это медаль, которая вручается тем парам, которые прожили более 25 лет вместе и состоялись как граждане, воспитали детей. И вот к таким парам у нас относятся и пара супруги Ковалева. В этом дворце им вручал медаль «За любовь и верность» в то время губернатор Воронежской области, а сейчас вице-премьер правительства Алексей Васильевич Гордеев. С детских лет, с первых дней, когда мальчик с Урала увидел столицу русского Черноземья, он влюбился в этот город безоглядно и на всю жизнь. В историю, жизнь, неторопливостепенный ее ритм, покладистый и решительный характер воронежских жителей. В Воронеже три человека, которые прославили и прославляют его до сих пор. Ну, это всем известный величайший писатель 20 века. Это Бунин Иван Алексеевич, да? Он родился в Воронеже. Его дом-музей находится как раз в проспекте революции или там улица Ленина. Можете его увидеть. Это Черенков, академик и академик Басов. Три человека в Воронеже стали лауреатами Нобелевской премии. У него много увлечений. Это и краеведение, о котором я уже немножко говорил. Это, значит, любовь к нашему городу. Любить его надо, потому что наш город очень старый и очень много ученых, писателей, каких-то важных деятелей российских, они вышли отсюда из недр нашего города. Это уникальное место, которое связывает Воронеж со многими-многими поколениями, потому что, наверное, это одна из центральных площадей Воронежа, что имеет более чем четырехсотлетнюю историю. Вот не зря памятник Петра стоит на этом месте, потому что именно отсюда Петр со своими дворянами, офицерами, служивыми и людьми, которые строили флот, вот именно отсюда они спускались к своим верфям. Гранит наш воронежский, из которого сделан памятник, был открыт как раз в это время Тарачковым, и вот его кусок этого гранита тащили в Воронеж сначала какими-то лошадьми, быками, потом погрузили под Павловском на баржу и вот рекой, доном привезли сюда, обтесали, и получился очень прекрасный постамент для нашего памятника. Первый регулярный военный флот был построен именно здесь, именно на этом месте, здесь были Петровские верфи, и вот этот корабль, который носит имя Гота Предестинации, Божье Предвидение, был построен именно здесь, и этот корабль по реке Воронеж был спущен по дону в Азовское море, и первая флотилия, которая была построена здесь, нанесла сокрушительное поражение непобедимой турецкой Армаде. Очень приятный город, очень приятный город, то, что он город южный, это, конечно, откладывает какой-то отпечаток, но во многом город европейский, вот те памятники, которые здесь, те театры, которые здесь есть, они оставляют очень приятное впечатление, и, безусловно, здесь вот можно сказать, что связь с Петербургом, какая есть вот та усадьба, на которую мы неоднократно ездили, эта усадьба, она была основана нашими питерскими князьями, и, конечно, там очень интересно, и уровень очень такой, именно питерский, европейский, очень приятно. здесь находится Успенский храм, где первые военные корабли были освящены епископом Воронежским Митрофанием в присутствии императора Петра Великого, Петра Первого, и вот это место, конечно, является знаковым не только для Воронежа, но и для всего, всей России, для российского флота, на этом месте проходят большие, крупные, общегородские, иногда российские мероприятия. Здесь по-другому дышится. Я очень люблю Воронеж, и это, наверное, город, который навсегда, он будет, у него место в моем сердце. В конце сентября 2019 года Сергей Ховалев был избран почетным гражданином Воронежа. Почетный гражданин это почетный, это доверие народа, население города Воронежа, доверие тем людям, которые действительно сделали какой-то конкретный вклад в развитие города, принесли славу. И таким человеком является Сергей Алексеевич Ковалев. Не потому, что он великий профессор и доктор, великий кардиолог, потому, что этот человек величайший души. Я очень благодарен общественной палате города Воронежа и депутатам Воронежской городской думы, которые проголосовали за меня, потому, что ни с кем я об этом не говорил, потому, что я считаю, что божьему проведению делается очень много в этой жизни, но больше всего гордость у меня вызывает то, что в той череде почетных граждан города Воронежа, которая существует на многих лет есть такие люди, Ростропович, Гаврил Троепольский, народный художник Криворучка, опять же, мои учителя профессор Булынин, профессор Боброва Нина Викторинна, Леонид Семага, Василий Песков. Вы понимаете, попасть в эту когорту выдающихся людей, это большая гордость, большая честь. И, конечно, я рад. Я рад за себя, я рад за свою семью, я рад за свою маму. Я понимаю, как радовался мой отец. Я горд, что мой коллега, врач, становится почетным гражданином миллионного города. Знаю, как непросто даются эти звания и награды. Я считаю, что это очень важное признание, это важное признание для всех, потому что ведь для того, чтобы даже выдвинули кандидатуру, это должна выдвинуть какая-то организация, общественная организация. Вот мне тоже приятно, в том числе и фонд доброта, значит, рекомендовал Сергей Алексеевич на вот это почетное звание. Какой бы ни был, значит, врач, да, какой бы ни был врач, его скальпель или там, значит, другие, так сказать, уже теперь современные методы лечения, они в руках Господа Бога. И Сергей Алексеевич вот это вот полностью, так сказать, вот подтверждает. Отдавая силы, время и всю текущую жизнь делам мирским, Сергей Ковалев никогда не забывает и дела духовные, порывы истинно верующей и возвышенной души. Я человек глубоко верующий, я не могу назвать себя полностью воцерковленным, но тем не менее вера это не какая-то догма, это состояние души, сердца и тоже, в общем-то, не могу не вспомнить диалог святителя Луки с одним из деятелей нашей партии в конце 50-х годов. Этот секретарь ЦК приехал в Крым, а уже был полет спутников несколько раз, и он на встрече с Лукой воином Синьевским сказал, ну что, батюшка, вы знаете, что у нас уже космические корабли и спутники летают в космос, и они ни разу не видели Бога, на что святитель Лука ответил ему, я очень много оперировал на головном мозге, но ни разу я там не видел разума, помолчав, он добавил, и совести я там тоже не видел, поэтому наше отношение к специальности и к вере должно быть отношение честного и чистого человека. Постепенно приходил он к чтению Евангелия, и потом уже он познакомился со все наслужителями через профессиональные свои навыки. И в нем это сочетается вера и профессионализм. Притом у него очень все разумно и одно над другим не давляет. Когда подходил юбилей 700-летия со дня рождения Сергея Радонежского, то появилась идея наш храм, который тогда не отличался красотой, появилась идея его перестроить и к юбилею он пристал в обновленном виде. Сергей Алексеевич был мне здесь не просто помощником, он был надежной опорой, потому что у него много знакомых, людей, которых он сам сумел заинтересовать, сам сумел привлечь к осуществлению этого проекта. Его супруга в первую очередь сделала новый проект реконструкции храма, когда храм буквально до неузнаваемости был перестроен. Он сам участвовал своими личными средствами, его друзья приезжали, помогали. Серьезная работа была строительной проведена, когда был разоблан купол вручную, причем служба не останавливалась ни на один день. И затем был возведен новый купол. Храм вырос на 8 метров. Его колоссальная заслуга, он председатель попечительского совета этого храма. Этот храм просто преобразился, если это раньше был такой вот серенький, блекленький, а сейчас этот храм блистает. Он не скрывает, он говорит, я перед каждой операцией стою перед иконой, молюсь о том, чтобы благополучно прошла операция, чтобы спасти жизнь человека, а его профессия спасать жизнь людей. Здесь много икон им подаренных, а вот там икона спасителя здесь висит, иконы Сергея Радонежского, конечно же, которая была к юбилею написана, уникальная икона сама по композиции, авторская работа Владимира Новикова. Им же также была подарена икона всех святых врачей, есть список таких врачей-бессеребреники, да, вот те, которые мы вспоминаем на Таинстве Самурования, такие как Пантелеймин, Косьма, Дамиан, Кир, Иоанн, это святые, которые были в своей, так скажем, земной жизни врачами, но потом стали мучениками за Христа. Где-то в середине нулевых годов мы потихонечку, потихонечку начали выстраивать свою жизнь, которая сегодня четко направлена на осуществление той философии, о которой говорит моя жена, о которой проповедует моя семья. Ну, во-первых, это всегда здоровый образ жизни, а во-вторых, это действительно три великих постулата. Нужно быть счастливым, когда ты имеешь замечательную семью, хорошие отношения, хорошую работу и возможность путешествовать. Летний отпуск мы используем всегда для посещения места в нашей стране, потому что Россия необъятна и красиво. Мы были на Байкале, на Ангаре, на Саянах, в Алтае, на Соловках, во многих-многих местах, которые являются знаковыми, а зимние каникулы используем для посещения тех мест, которые интересны для нас. То он в Непале, то он в Монголии, то он там еще где-то, то он в горах затерялся. Я уже думаю, надо как-то вертолет посылать за ним, понимать, чтобы его там спасать. Но все, он там сам благополучно оттуда выходит. Вот этот уголок нашего дома, нашей гостиной посвящен некоторым местам, которые удалось за последние 10 лет посетить. и вообще история этого угла дала начало истории этого угла вот этой мандала, которую мы приобрели в Покхаре, когда мы посещали Непал, Катманду, Покхару, Щетвана и потом путешествовали по Тибету. Когда мы путешествовали по другим странам, мы старались приобрести аутентичные, но не злые, а именно исторические маски. Здесь есть экземпляры из Перу, со столицы Инков, Куско, маски с острова Пасхи, из Эквадора, из Атакамы, ну и соответственно некоторые артефакты, которые можно назвать произведением искусства нашего друга, приятеля, который несколько лет прожил в Африке. Он закончил музыкальную школу и умеет играть, но я давно не слышала, чтобы он играл, потому что он всегда говорит, я все, я не умею уже, но он играл, да, на пиаде навсегда. Любовь к музыке, может быть, от отца, потому что отец тоже играл на трубе и очень хорошо, и дядя, его родной, Ковалев, тоже на аккордеоне играл и на трубе, а он играет и на пианино, и закончил музыкальную по классу баяна, но он баян, играл он, все, но больше вот пианино, вот на юнике, на трубе играл тоже он, на трубе, все-таки это тоже тяжеловато. Столько пластинок у нас, у меня сейчас они хранят, часть он взял. Этот комод, не комод, а шифонер был совершенно такой, для меня креативный, потому что тогда я уже начал выписывать себе журналы «Ровесник», «Кругозор», я вырезал оттуда картинки, там «Урия Гипп», «Юра Хипп», «Пол Маккартни», вот здесь у меня стоял купленный мною за деньги заработанный в Духовом Оркестре магнитофон «Дайна». Он очень тонко и интересно понимает музыку, мы с ним много разговариваем на эту тему, у него прекрасная фонотека, и эта фонотека включает в себя не только рок-музыку, которую мы очень любили в юношестве, но и классику, и он прекрасно разбирается в исполнителях. Переехав сюда мы решили сделать вот так скажем определенную комнату, где можно слушать ту музыку, которая нам нравилась в 70-х, 80-х годах, в студенческие годы. Мы приобрели вот этот ориентетный проигратель «Магникорт» от 1954 года, проигрыватель с прямым карданным приводом, с хорошими звуковыми, звукоснимателями, и вот эти колонки, они хендмейт, но здесь английские динамики, которые позволяют аналоговую музыку слушать в том звуке, который писался в 60-е, 70-е, 80-е годы. Ну и потихонечку сегодня начал опять же восполняться коллекции не только современными записями, ремастеринговыми записями, но я стараюсь из любых поездок или на каких-то ресурсах интернет приобрести те диски и диски тех исполнителей, которые мне нравились в 70-х годах, которые я слушал у своих старших товарищей, это и Кристи, и Манго Джерри, вот, кстати, совсем недавно я приобрел Манго Джерри и Бич Бойс, когда мы были в одной из поездок в Лос-Анджелесе. Все свои сложнейшие операции Сергей Алексеевич проводит под любимую музыку. Она и вдохновляет его, помогает настроиться и сконцентрироваться. Я очень люблю еще со школьных лет Pink Floyd и тех исполнителей, которые после распада этой группы стали выступать сольно. Я стараюсь, чтобы мои так скажем, помощники и анестезиолог включил то, что у меня записано на айфоне в Apple Music. Я слушаю Дэвида Гилмора, который мне очень близок и нравится его музыка, стилистика. Я слушаю Джона Лорда. Ковалев заедлый театрал и книгачей. Свободные вечера старается проводить либо с Томиком любимого автора, либо в зрительном зале. Сергей Алексеевич и театр это отдельная страница его жизни и по-моему она для него тоже очень дорога, потому что на мой взгляд во-первых он очень тепло относится к нашему именно театру, драматический театр имени Кольцова. Он помнит мои шаги самые первые на сцене, это было достаточно давно, как я уже сказал в начале интервью, это было порядка 24 лет назад и когда беседуя с ним вдруг он вспоминает какие-то яркие моменты из того же спектакля «Женить бы Фигарой» и начинает вспоминать до деталей, до текста, это, конечно, производит впечатление. Он практически не пропускает все интересные такие спектакли, театр, музыкантов, которые приезжают в Воронеж с супругой, они ходят на эти спектакли. Сергей Алексеевич ярый сторонник активного образа жизни. Я стараюсь максимально использовать свободное время для того, чтобы выйти либо на беговую дорожку зимой, либо на трассу в нормальную, хорошую погодную, погодные условия. Если мы куда-то уезжаем в отпуск, я стараюсь использовать каждое утро, пока супруга спит, для джогинга или для ходьбы, ну, как минимум, там, час-полтора. Как только у меня появилась задача, мы сразу построили баню, мы сразу сделали громадную бочку, которую наливали холодной водой. Каждую субботу к нам приходили наши друзья. Парение это не только твой личный, так скажем, твои лично пространство, это пространство твоих друзей, общение. О традициях и о постоянстве, Сергей Алексеевич, могу сказать так, что на протяжении уже многих, многих, многих лет в ночь с 18 на 19 января я имею честь нырнуть с ним в одну прорубь, которую мы вместе рубим, которая, значит, мы вместе подходим, мы стоим, ждем 12.00, ждем, пока колыхнется вода. И сколько бы нас много не было стоящей вокруг пропасти, первый в 12.00 полезет профессор Ковалев. не так много времени и не так часто мы общаемся с теми друзьями юности и с теми, с кем мы общались в 80-х годах, с Олиными коллегами, с архитекторами. у нас действительно тогда была каждая пятница, это пятница бильярда, мы встречались в центре города, у них мастерской, мы делали капустники, мы поздравляли наших девушек, они поздравляли нас на те праздники, которые традиционно мы отмечали. очень хороший друг и для меня вот даже с ним просто посидеть, помолчать, да, тоже это вот мы как-то вот мы мы даже молча друг друга понимаем. Прошли огромный путь, вот уже, наверное, 30-35 лет наших отношений и за эти годы он, в принципе, не изменился. Первое, что ты увидишь, когда заходит Сергей Алексеевич, как жизнь дорогой или, как говорят, жизнь прекрасна, он всегда в теплом настроении, вот, если у тебя какие-то проблемы, ты о них забываешь, пока ты с ним говоришь и работаешь. Мы в операционном месте работали и в жизни всегда и у него есть особенность черта характера, он объединяет людей, у него всегда, как бы, у него тяжело не было на душе, у него всегда улыбка на лице, он всегда пошутит, он всегда найдет вовремя нужные слова для поддержки, когда тебе трудно и сам никогда не унывает. Он душа любой компании, у него такая харизма, он притягивает людей, он в центре, вот где бы, в каком месте помещения, или не знаю, в какой бы группе он ни оказался, он всегда будет в центре, вот сияет, как солнышко. В 2005 году Сергей Алексеевич стал лауреатом премии Золотой фонд Воронежской области. В 2007 году был признан победителем областного конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший врач-хирург». В мае 2008 получил национальную премию имени Бакулева. В 2010 национальную премию в области кардиологии «Пурпурное сердце» в номинации «Гордость кардиологии». А в январе 2008 ему было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В июне 2019 Сергей Алексеевич Ковалев был признан лучшим хирургом России. Национальная премия в области кардиологии «Пурпурное сердце» вообще для меня было очень приятно неожиданностью, когда у меня вызвали на церемонию награждения. Для этой награды в качестве, так скажем, памятного знака было выбрано часы, произведенные специально для премии «Пурпурное сердце». Вот, знак такой. Вот эти часы, которые я хороню, как реликвия, я их не ношу, потому что они, конечно, очень знаковые, красивые. Сереже присудили премию «Пурпурное сердце». Знаете, вот она, наверное, для меня самая любимая из его всех достижений. Я объясню, почему. потому что выбирают лучшего врача пациента. В текущем году по состоянию здоровья своему я попал в кардиологический центр. И три месяца назад мне провели аортокорональное шунтирование. Операцию проводил непосредственно сам Сергей Алексеевич. 28 августа второй день рождения. Мой второй день рождения. И я делал первые шаги. Спустя четыре месяца я говорил, что я мог пройти до больницы по 50 метров. Я прошел 8 километров. Я прошел в феврале, то есть еще через два месяца я рискнул встать на склон на горных лыжах. Ну, тихонько, но тем не менее я вернулся к прежней жизни. Я стал наслаждаться этой жизнью. Сергей Алексеевич тот человек, который, можно сказать, помог мне избежать смерти. Они меня направили в Москву к знаменитому академику Ренату Сулей Ивановичу Акчурину, который, вы знаете, оперировал Ельцином. Тут интересно получилось. Можно сказать, что та бригада, которая меня оперировала, она же оперировала Ельцином где-то через год. Сергей никогда не афиширует свои такие вот поступки, что называется, благие. Я совершенно случайно узнала, он оперировал ребенка, и ребенку очень хотелось собаку. И он ему купил щенка, подарил ему. То есть это, ну, вот о многом говорит. О многом говорит, как о человеке, как о докторе. Сергей Алексеевич активный участник многих медицинских форумов, симпозиумов и конференций в России и за рубежом. В родном Воронеже он два раза в год сам организует очень представительные конференции. Он, скажем, стал привлекательной фигурой для своих коллег. И вот каким образом это достигается? Он начал проводить свои собственные конференции для того, чтобы люди могли обмениваться опытом. Таким образом, Воронеж стал своеобразной меккой для кардиохирургов. И ежегодно он проводит различные конференции очень высокого уровня. И поэтому, конечно, Воронеж сегодня признан как одна из столиц сердечно-сосудистой хирургии в нашей стране. Последние 10 лет мы очень активно развиваем и детскую кардиохирургию. Каждый апрель мы проводим конференции, посвященные различным аспектам хирургии, терапии, наблюдения этих пациентов с врожденным пороком сердца. Это мультидисциплинарные конференции, где участвуют и кардиохирурги, и детские кардиологи, и много-много других специалистов. А осенью мы проводим конференции, посвященные актуальным вопросам хирургии ИБС, нарушения ритма, работы кардиохирургических стационаров. Слова Аристотеля, которым я следую и стараюсь учить своего сына и, может быть, сейчас своего внука, который вообще просто является нашей радостью, нашим нектаром. Нужно помнить добро. И добро, сделанное нам, нужно помнить более, чем добро, сделанное нами. Вот это девиз, который, мне кажется, является очень важным, он полностью соответствует всем евангельским и библейским заветам. И я думаю, если мы будем следовать вот этим словам, то, в принципе, все будет хорошо и у тебя, и в твоей семье, и у тех людей, которые тебя окружают, и у тех людей, которых ты любишь. Субтитры и субтитры